господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 260 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 28 августа 2016 года и далее сами читайте смотрите внимание то есть этот человек на меня нападал довольно усердно и заглох ему сейчас не до меня у каждого свой час пробьет исследует ладно допустим нападал бывает у человека что желание кого-то разгромить и прочее но я не знал про него что он вот таксикоман что его израиль и сша на научили его прислали что тайный агент и проще масон еще тут пишут тут но ты-то знал про себя и вот так все которые нападают ну ладно ты нападаешь но ведь твоя совесть перед богом как бревно то это вытаскивать будешь там лесопилка целая маленький сущечек не так вот нападает имен нету ник щук разная там цифры подставит вот эту возможность только дали скрыться в невидимок превратились почему делать пакость а в господь все эти горы разрушит на вершине горы и увидите место горы бездна разверзлась меня всегда вот это удивляло но я не знал про тебя гречишников у нас замначальника алтай транс строя жена работала он там приставал а то смысле обвинял верующие вы такие она учительница и и выгнали лишили права работы в детсадах школах ну власть была советская приняли на работу уборщицы техничка называется и вот каждый день там ну еще тут серок сатане было эра называлась вот там они на этом счета копии снимают в тайный кабинет приезжает каждый раз человек что-то там забирает алтай трансстрой там ничего нету никакой тайны не могло и быть но поставили человека должен съесть и вот приезжает человек он ее увидел давай на нее там как что-то клепать выгонять приставать вот это вы верующие там сектанты ну что сказать он начальник бритый в галстуке и друг арестовывает за ним такое открылось там 10 лет сроку мало ну ты-то знал про себя кто ты ну проходил бы мимо ну понятно охота жить красиво и держать любовниц хотя бы 4 хотя бы 4 по мусульманске то но ты воровал ты обижал ты и чужие деньги брал это то ты знал про себя и вот которые на меня нападают эти они это знают вот митрополит сергий местный иванников московский патриархат он говорит разговаривая с нашим митрополитом иларионом капрал он приезжал на алтай в этом году и говорит вот и знаете кто считает его и сектантом а почему это уже отвечает и сам смеется да потому что завидуют сами-то ничего этого сделать не могут не могут я даю отчет каждый день вот я работаю вчера пошел просто свободный день выходной посмотреть нужно делать трубу трубу трубы нету пошел взял замерил два с половиной метра только труба ну какая то труба это же она уже около двух метров ну почти два метра там под крышей и сверху крыши еще почти два с половиной метра замерил я ее это 1700 килограмм да какая тут выдержит ну ладно на еще на фундаменте стоит там на русской пищи как туда подавать на такую высоту там не лесов не построить ничего нельзя у меня забота у тебя есть забота это нет конечно но ты нападаешь вот мы делаем тут дорогу за свой счет ты будешь делать нет конечно я 45 лет занимаюсь детьми что угодно можно плести но не один ребенок ни один не погиб ни один не был отравлен ни один и приезжают дети заморыша уезжает какие и ни рубля государства не помогло ни единого рубля сами добровольные которые люди находились прокурор края мне помогал параскун находились люди которые каждый год помогают директора заводов там управляющие банкиры это же тысячи детей за 45 лет побывало с родителями необычный лагерь вот из аргентины были с израиля из греции откуда только не было с америки с канады и это все в частном порядке никто не заставляет вот почему никто не помогал из властей а только давили и те которые давили то они сами что-то сделали за это время нет конечно шоу инструкция на изменили инструкции теперь другая сегодня показывают от наркоман хиппи дворкин зачем я ему нужен был зачем он меня клеймил клеймил в присутствии епископов митрополитов все теперь вскрылась роснадзор вот этот потребнадзор это он натравил он у нас есть копия рождественских чтений международных москве за шестнадцатый год и там тема одна мне посвящена как они согласовывают как ну банда собралась травить меня надо зачем я ему нужен ну ты это делай то что я делаю это и тебе некогда будет мной заниматься я на него не нападал я просто говорю вот в интернете лжепрофессор ты же сто лет чтобы один человек не считая сталина никто не мог сделать дворкин занимает первое место всех натравил все сектанты кто не с ними и поэтому перед ним можно было только на четвереньках ходить хьюстонский процент это гарвардский проект там это по один из проектов враг затесавшийся в число граждан россии он занимается созданием и распространением злобных слухов сплетен разрушительные клеветы вот на нас нападает и люди отравлены им создаются миссионерские отделы они что-то там делают отделов не может быть миссионерской отделы могут быть благотворительные какие угодно отделы кроме одного миссионерский отдел этого нету это не разрешено богом нигде иисус посылает по двое какой отдел двое следующее бы трое четверня двое опять двое 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 но разногласия возникли варнавы с павлом из-за марка павел избирает себя одного не четверых ну сопровождает иногда люди идут а помогают перевозить там что с собой книги проще варнавы берет с собой марка двое они даже этого не понимают кирилл и мефодий идут двое везде один двое один двое как правило двое и мы ходили сколько лет сколько лет мы ходили только в окрестности раздали более 30 тысяч евангелий в окрестности двое все это шофер третий но шофер это помощник прошли от дальнего востока от находки до португалии лиссабона от тихого до атлантического океана ну кто может показать скандинавия прибалтика турция мусульманские республики кто и при том не просто проехать освидетельствовать и в каждом городе а в районных центрах я раздавал даром дарил свои 38 книг которые вышли у меня явно дело это даже при всем желании это невозможно сделать человеческой силы и обращенных сколько людей миссионер это человек через которого действует дух божий они на меня лжемиссионер то есть в их понятии лжемиссионер христос для сатаны лже бог это везде они его распинали за это он делает себя равным богу и проще это все перевернуто я не миссионер а откуда эти люди пришли от общины деревня новые души из разные баптисты 50-ники там адвентисты я могу показать и это не мой труд это труд духа святого почему ян златоуз говорит деяния апостолов это не точное название назвать его назвать деяния духа святого деяния благовестник который является миссионером обратить душу златоуз гор должен иметь тысячи во множество числе слова тысячи талантов да это невозможно в одном человеке возможно бог проявляет сразу десятки талантов при одной встрече ты знать не знаешь ничего он только спрашивает а как вы узнали никак я одну фразу только кинул сидим сидят академики беседовать я случайно говорю фразу случайно это я думаю все сразу насторожились попадают точно в цель в десятку а как вы узнали ну сидели тут конгресс интеллигенции там жаре салферов лауреат нобелевской премии присутствует все опять я выступаю одна фраза одна фраза и останавливает все движения все задумались каждый записывает как это может быть никак не может это быть только дух святой а вот дворкин выходит он ничего не знает это плотской плотоядный человек вот на меня который нападает они могут хоть что-то показать нет почему это увидел митрополит местный с которым встречаемся с которым обедаем вместе который просит меня во время его богослужения у нас сказать проповедь ну посмотрите многие ли из мирян я мирянин щец многие ли тем более другая юрисдикция и он просит и улыбки не может свои скрыть это любовь настоящая любовь я показываю фотографию прощенное воскресенье скорбная такая обстановка темно в храме все подходят тут 30 священников стоит он меня обнимает целует как на пасху трижды и спрашивается что это это любовь а у этих нет любви у нас епископ курочка меня не и напрашиваясь на вашу любовь но вы задумайтесь о себе то это знаете что там зияющая бездна пустота у вас и это митрополит увидел они завидуют потому что сами ничего сделать этого не могут вот подрывной деятельность этот тип занимался липовый профессор шарлатан я ему нужен он встречал меня нет что-то считал нет а я его считал и мне открыто было что это чужой человек с первого раза я один раз так прочитал про него а что он говорит там против кощеткова я сразу понял это чужой человек и у него пустота у него ничего нету и 20 лет на пустоте получал деньги сколько он получил денег кто-то бы опубликовал за 20 лет он расписывался его кормили бабушки какие деньги то в церкви то я не получал ни рубля 45 лет не я не обслуга не получали вот я могу сказать вот есть у нас какие ресурсы и в них могут быть от вчера ну а то что рда не народ а гниющий труп определенная часть русского народа гниение свое принимает за жизнь а живут на нем и в нем лишь кроты черви и поганые насекомые радующиеся тому что тело умерло и гниет ибо в живом теле не было бы удовлетворения и жадности не было бы для них жизни и они пируют там миссионерские отделы создают что-то ходят другим народом а какие люди то обходяем по морю и сушу и делают сынами гиены злобные лживые просто похабно злые неуважительные ни к чему ни к знаниям ни к возрасту ни к жизни я исповедник он митрополит говорит Игнатий проповедник и исповедник но сегодня то вас проповедников то это тысячи ходите ну против какой фамилии поставят проповедник и исповедник это мне митрополит дает оценку на мне раны остались повреждения выключенные руки что угодно покажу вы ничего этого показать не можете я перед Богом стою вот у нас был коленников Виталий как за него да он да вы только такое то вам хорошее нужно даже плохих выгоняете вот считают вчера он прислал спаси Христоса Игнатия Серафиму Михаила и братьев много благого и полезного я подчеркнул в благословенной потеряевке в особенности же меня поразила пламенная любовь к труду ну могут и сказать это о Дворкиных и его прислужниках которых я называю кодлой патриарши псы бросается на все живое на этом гниющем трупе страны да дарует же и мне Господь страх свой веру и любовь к труду во славу Христа Бога и на пользу ближним как он составлял это его спрашивают ты будешь хулить там или что и второе следом Игнатий Тихонович дорогой любимый вы мой зазомбировал его скажет простите ради Христа за все мои подвиги в кавычках много полезного я пощеркнул от вас принимаю все обличения от вас они все истинные да будут они на пользу мне молитва ради ваших работаем Михаилу Владимир и Никиту привет понимаете уехал человек за него страдают некоторые витали выгнали изгнали прогнали ну и проще и вот а у них кто то есть над кем то трудятся нет конечно ничего нету еще пришло сообщение в городе Бийске Алтайский край за миссионерскую в кавычках деятельность взяли что это слово взяли арестовали на примете взяли церковь принесшую местную администрацию закон о свободе совести информацию о своем вероучении брошюры 10 правил при этом местный Минюст составлявший протокол добросовестно расписал пять признаков миссионерской деятельности оказывается церковь пыталась вовлечь в свои ряды сотрудника администрации бухгалтера и юриста и вот эти которые теперь администрация бухгалтера и юриста все православные вот кто бы подумал в один день не стало никого православных все идти на благовестие никого нету а все штраф деньги а что арестует кого-то про это нет закон яровой там или как пакет яровой пожалуйста вот много вас православных из них самые главные гонители теперь вот они составляют протоколы эти к слову сказать все спрашивают что у нас как нигде ничего нету администрация административная статья была она на подходе сдохла ввиду отсутствия состава преступления дело прекратить уголовное где-то ничего нигде нету нету за мной нету я говорю отстаньте от меня нет у меня за мной нет ничего я открытый я выставляю каждый день ролики показываю самое малое дело которое делаем немного на наши ресурсы покажу сейчас вот это вот наш mail.ru мой мир я прислал тебе открытку у которой пока сейчас было николай конопенко вот мне это не надо с успением поздравляют как поздравлять можно с успением не знаю просто ну и второе это наш православный форум во свете библии все во свете библии это мое выражение теперь тоже начинает другие во свете библии вот у меня стихотворения я не думал это так получилось я их пишу представьте 3467 стихотворений каждое по 9 куплетов по 36 строчек и напротив каждой строчке во многих указано место библии книга глава стих откуда взята и все говорят как интересно это стихотворение выглядит когда вот так написано это мои книги седьмой восьмой том особенно это много времени отнимает и другие стали даже встретился меня тоже пытается но еще библии то не знает нету ссылки и такого не было за всю мировую практику ни здесь ни за границей никогда опять новинка новинка притом новинка интересная почему я ее не выдумываю она сама в руки идет представьте стойкость стихотворений и черновики которые сохранены более трех с половиной тысяч и ни одной по марке фактически нет правки не бывает такого но вот однако так и бывает вот и теперь еще у нас видеоканал вот он православный видеоканал во свете библии вот сегодня выставлял что тут уже посещение 9 просмотров про любовь преобраз размышления празднования преображения господни что это за двадцать две минуты одиннадцать просмотров остальные поменьше тут а вот вчера который тут по пятьсот все через день по пятьсот и вот причина расставания с Виталием Калиниковым вот уже три дня назад два дня назад 1167 это наши клиенты за две тысячи не переходят то есть это не просто как шагнули прочитали ушли эти люди которые принимают ждут заботятся почему нет допустим или что-то такого вот у нас что еще канал во свете библии православный библейский сайт здесь книга написана как бы материал сборник материалов тоже 752 страницы в ворде просто открыта книга вот ткнешь я для слова божьей нет ус вот она открывается характеристика вот только вот теперь характеристика матроса первого класса Черноморский лапки Игнатия Тихоновича беспартийные за время работы ну и так далее показано вот я из этой книги мог бы кое еще даже сегодня немножко прочитать немножко что тут что тут как это зайти не сюда зашел мои документы вот слово ворд а б в ворд для слова божья нет ус в ворде о для слова божьей нет ус тут хотел а вот пишет у нас был главный редактор газета алтайского государственного университета он один был университет остальные были только институты теперь много университетов Клименко Владимир Федорович вот и вот он его сын был а тут Боброва вспоминаю Смирнов это санэпидемстанция района главный и Бобров первый секретарь КПРФ железнодорожного района города Барнаула вот и почему у них кормят хуже он приехал у нас кормят намного лучше а не рубля государство не отпускает но кругом буйствует лето с живыми витаминами зеленый лук салат шпинат петрушку укроп дайте все это детям и они никогда ничем не заболеют вот где не лекарства почти сорок разных наименований дают не дают денег не хватает но почему у нищего в кавычках Лапкина на это ума и средств достает да и нужны ли здесь большие рубли может секрет в чем-то другом и далее пишет для того чтобы грамотно организовать большое хозяйство в чистом поле где создал свой лагерь стан Игнатий Лапкин не имея ровно никакой поддержки сверху и никаких личных капиталов нужны двоеточие могучая энергия талант ум знания воля организаторские способности и главное четкая ясная цель в жизни все это есть у начальника лагеря Лапкин выдающийся организатор он создал на чистом поместье это все он пропечатал в газете на разваленных некогда существовавшие деревни потеряевки откуда сам был родом новое село основанное в принципах православия жителями его может стать только тот кто верует не ворует не курит не пьет не матерится не лжет старое село в числе еще таких же четырехсот на Алтае а сколько их было в России это семнадцать тысяч теперь двадцать одна уже ликвидировал как не перспективный бесноватый Ленин из Хрущев стоявший пятьдесят и шестьдесят годы во главе КПСС его Совмин СССР его разрушительную политику продолжил верный Ленинец с кавычкой Брежнев в результате сотни тысяч крестьян были превращены в Люмпенов в перекати поле это был третий крупный наезд на российскую деревню первый как известно осуществил сам Ленин в годы военного коммунизма с продоразверстками продотрядами и комбедами массовым организованным большевиками голодом мором крестьянскими восстаниями и кронштадтским мятежом беспощадно и кроваво подавленными второй коллективизации в кавычках организовал и провел верный Ленин и Сталин по проекту Троцкого с разграблением выселением и физической гибелью шести миллионов лучших крестьянских семей и вот эта третья хрущевская Никита деревню старательно добивал и добил таких как Лапкин сильных умных и талантливых до революции были тысячи и миллионы он сын могущего народа случайно уцелевший в самом подлом и самом страшном геноциде двадцатого столетия когда слой за слоем были планомерно уничтожены культура мозг и энергия нации аристократия интеллигенция духовенство купечество передовые слои крестьянства кулачество Игнатий Тихонович поставил перед собой сложнейшую задачу возразить кусочек прежней растоптанной России и чудо росток посажен на пустыре некогда светущего оазиса стал приживаться тут бы ему помочь посодействовать а ему ставят палки в колеса Бобровы Петренки Смирновы Петренко это главный идеолог КПСС по Алтайскому краю часто по недомыслию иногда по зависти а враги те кто топтал Россию из бешеной злобы вот абсолютно точно ну деревня ладно а детский то лагерь ему для чего ответ для укрепления идеи преемственности православных поколений для воспитания детей в духе забытой истинной веры предков чтобы не манкуртами росли пялись в телевизор где ни звука русского не русского лица зато с избытком мордобоя порнографии назойливой рекламы западных ценностей в кавычках а сынами помнящими свое родство и дети живут здесь по заповедям Христовым в почитании родителей своих и старших в лагерях есть также мини пекарня 100 булок в день электричество 5 холодильников подвал для хранения овощей баня пляж пирс на озере вигвам место для костра свой колодец питьевой воды столовая ну и так далее кто помогает перечисляет всех барнаульские так матрасы помогает кто покупал подарили лагеря летное училище с помощью депутата барнаульской городской думы полковника Анатолия Петровича Макарова регулярную помощь оказывает директор РТИ Анатолий Петрович Хромов то шланги для полива и доставки воды даст то резиновые лодки для катания детей по озеру поделиться высоко отозвал салапки на генеральном директоре барнаульского станкостроительного завода Вячеславе Григорьевиче Горшкове который в частности выделил новое насос для закачки воды из озера для полива ну и далее перечисляет Владимир Клименко редактор газеты за науку Алтайский госуниверситет домашний телефон 344306 рабочий телефон 261506 в сокращенном виде статья напечатана в газете молодежь Алтая за 22 августа 99-го года на алтайской земле вот я даже маленько только взять на алтайской земле игумен игумен Кирилл Сахаров он на Берсеневке святителя Николы святого Николы храм он пишет был здесь с группой людей игумен московский патриархат Лапкин уже много лет находится в центре религиозной жизни Барнаула его личность и взгляды вызывает очень противоречивые оценки я только выделяю некоторые места которые он писал вот более честно написать чем Владимир Клименко Макаров был Сергей и вот это не написать все как было как есть так и пишут Игнатий совершенно выпадает из всех определений не вписывается ни в какие рамки и не соответствует никаким ограничениям это явление не подвержено никакой классификации ценный материк феномена Бундеркин энциклопедические знания для него идеала первохристианство но в то же время он строго выступает за хранение канонических норм церковной жизни за благоговейное поведение на службе это пишет Игумен это все на нашем сайте можете просчитать все что я говорю вам как видите довольно остро это он уже обращаясь к прихожанам храма он там 200 метров от храма Христа Спасителя сходите к нему поговорите довольно остро но я просто хочу воспроизвести вам образ человека который влияет на миллионы людей известен в масштабе России тысячи кассет публикации кинофильмы про него показывается это явление нельзя игнорировать вот так и вы можете это посмотреть а одно из самых моих сильных впечатлений в жизни а он изъездил весь мир Игумен а Кирилл Сахаров жизнь потеряется общая с Игнатием исключительно одаренность богатая духовная личность постоянно открываются новые и новые грани ежедневно общаешься с 5 утра до 9 вечера и каждый день неповторим десятки новых примеров никаких повторов никакой скучноты новые краски и грани это пишет Игумен московский патерархат почему а он знает не понаслышке я к нему заезжаю прям сразу же переодевает стихарь и говори проповедь могли бы пользу получать а теперь на Игумена вот теперь у нас митрополит московский патриархат Сергий Иванников на него нападают на него нападают свои же патриарши за связь со мною а какая связь хорошее братские отношения и он говорит когда митрополит вот вера несгибаемая то есть мы ни перед кем не прогибаемся я просто христианин я люблю Бога вот говорить то дальше нельзя в этом все найдете вот это что сейчас открыл это из книги для слова Божия нет ус вот оно где для слова Божия нет ус во свете Библии откройте и вот здесь вот для слова Божия нет ус вот оно посередине пожалуйста еще тут уже посещений ну побольше уже за это время все ухожу это события дня то я не сказал вчера день важный был успением при благословенной приснодевы Марии и матери Христа Бога нашего Иисуса Христа матери то есть смерть ее отмечается церковью розгование было мы готовились и причастились все причащался я причастниками являюсь вчера причащались Никита Володя Михаил Кальмаев ну и тут все это будет выставлено показано посмотрите вот такое у нас в храме положение как одеты мужчины как женщины посмотрите внимательно и скажите которые нападают у вас то этого нет у вас же шалман любой приходит уходит здесь соглашенные вышли двое даже бороду подправили если они стоят пока борода не вырастет согласно Слову Божию ну нет у вас ничего и поэтому злобитесь имена то свои боитесь показать вот посмотрите на свое происхождение какова ваша жизнь я то про вас еще не знаю и вы замолкните будьте честными взгляните на себя своими глазами отстаньте от меня я на разнарядку времени свою веду по работе она у меня в очередь выстраивается сколько дел а вы не можете показать ни одного дела ни одного ролика ничего нету просто нету и поэтому я разговариваю с кем с пустотой Господь милостивый вот вчера мы причастники были прекрасный чудный день видишь там батюшка на рыбалке съездил на огородчик у нас занятия были это все заснято занятия провожаем встречаем гостей у нас интересная наполненная радостью жизнь скотина тут за ней ухаживает все свое все чистое хорошее богу нашего слава во веки веков аминь не голос и аминь всё что веки